Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня я нахожусь в чудесном Иерусалиме. Здесь собрались тысячи туристов, и в городе нет свободных номеров. Но у нас чудесный организатор тура, так что всех нас разместили в одном месте. Аллилуйя. Мы рады. Спокойнее, спокойнее. Меня уже дразнят за то, что я постоянно поступаю так. Это новая рубашка, да. И не нужно рассказывать мне о рукавах. Я не могу повлиять на того, кто шьет их мне, просто чтобы вы знали. В предыдущем выпуске мы говорили о Вознесении. Я хочу продолжить эту тему следующим учением. Почему некоторые христиане отвергают учение о Вознесении? Интернет — это источник информации и дезинформации. Поверьте мне, в интернете множество ложной информации. Один человек написал, что отговорил 300 тысяч христиан от того, чтобы давать десятину. Я подумал, не хотел бы я оказаться на его месте перед Богом. Сколько миссионеров и голодных не получили поддержки. А человек гордился тем, что сделал. То же самое касается и любых пророческих учений. Есть разные взгляды, и я сразу скажу, что не спорю с людьми, чье мнение отличается от моего, потому что многие мои друзья верят в Вознесение посреди скорби. Они говорят об Откровении 11 главе в 18 стихе. Другие мои друзья верят в Вознесение после скорби. Они базируются на Евангелии от Матфея 24 главе, где говорится о звуке трубы и о том, что он соберет избранных со всех краев земли. Они говорят, что избранная — это церковь, но церкви не существовало, когда Христос говорил об этом. Они говорят, что это слабый аргумент. В Библии мы видим избранных ангелов. Одну женщину в Библии называют избранной женой. Израиль и евреи называются Божьими избранниками. И церковь также называют избранной. Вот почему нельзя просто брать слово и давать его значение. Нужно знать контекст стиха. Кроме того, отделение пшеницы от шелухи — это отделение тех, у кого есть метка зверя, от тех, кто переживет скорбь без нее. А такие люди будут. И это будет чудо Божие. Мы не знаем, кто это будет. Это будет небольшая группа людей. Он соберет своих избранников с четырех сторон. Если открыть Исаию, то мы увидим звук из шафара. Исаия говорит, что Бог вернет еврейский остаток с четырех сторон земли. Именно на это и намекает Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. Когда мы читаем Новый Завет, то должны понимать, что в нем есть отсылки на Тору, Пятикнижие Моисея, или слова Давида Пророка. Мы видим предсказания в псалмах. 101, например, 17 стих. Чудесный пример про Сион или Иерусалим. Мы должны знать, что говорится в изначальном слове. Часто в Откровении дается не слово Иоанна, а слово Исаии или Иеремии. А некоторые из них из Даниила. Даниил увидел десять рогов на звере. Иоанн тоже увидел десять рогов. Даниил видит десять царей, и Иоанн тоже. Даниил видит ветхого днями, а Иоанн видел Бога, сидящего на престоле и Агнса. Когда вы изучаете библейские пророчества, то должны верно преподносить слово Истины. В той динаминации, в которой я вырос, помогали молодым служителям понять, что нельзя читать текст так, чтобы находить в нем то, что вы хотите услышать. Нужно сравнивать одно место с другим. Исайя сказал так, заповедь на заповедь, правило на правило. Вот как строятся доктрины. Ее нельзя построить на одном стихе. Ее нужно строить на нескольких стихах, которые имеют общую тему. Но давайте вернемся к вопросу о том, почему существует противоречие в вопросе пришествия Господа за церковью, так называемым «вознесением». В современной истории церкви есть разные убеждения. Есть кальвинизм и армянианизм. Это безусловная уверенность против условной уверенности в вечности. Есть дары Духа, есть харизматы, евангелисты, баптисты, католики, наполненные Духом, которые верят в то, что дары Духа активны. Люди начинают искать их, просить их у Бога. Но есть и люди, которые верят в то, что большинство чудодейственных даров прекратились ко времени завершения Нового Завета, к четвертому столетию. И что остались лишь слова мудрости и знания. Также есть споры в вопросе поклонения. Должны ли мы сидеть со сложенными руками в знак почтения Богу и ничего не говорить, не поднимать руку, не хлопать? Или же мы можем аплодировать, поднимать руки, радоваться, поклоняться и говорить «Аминь» в церкви? В некоторых церквях все проходит очень тихо. Они обвиняют харизматов и пятидесятников в том, что они непочтительны. А мы обвиняем их в том, что они мертвые. Я не шучу. То есть одна группа смотрит на нас и говорит «Вы непочтительны». На что я сказал как-то «Почтение — это не мертвая тишина». Я могу поклоняться и проявлять почтение Богу. То же самое касается и пророчества. Я хочу поговорить об этом, прежде чем перейти к вопросу пришествия Господа. Многие молодые проповедники верят в то, что церковь заменила Израиль, и евреи больше не имеют места в царстве. Потому что теперь оно принадлежит церкви. Слова об Израиле должны оставаться пророческими об Израиле, а слова о церкви должны оставаться пророческими о церкви. То же самое касается предсказаний о язычниках и евреях. Мы снова возвращаемся к вопросу о том, чтобы правильно преподносить слово истинным. Один мой друг получил сообщение, которое он переслал потом мне. У этого человека большой сайт. Полмиллиона человек следят за ним. И вот цитата и сообщение. Это просто невероятно. Это грустно и смешно одновременно. Этот человек говорит, я только подписался на эту страницу. Это страница моего друга о пророчествах. А теперь я отпишусь. Вознесения нет. Бог сам сказал это. На испанском это поллока. Безумная курица. Я пришел как-то в ресторан и сказал, амиго, дай мне поллока. Но это грустно, потому что дальше он утверждает, что об этом говорит сам Бог. Дайте мне стих, в котором сам Бог говорит «Вознесения нет». Это неведение и ненависть к доктрине. Кто-то убедил этого человека... В том, что нет такой вещи, как Вознесение Церкви. И люди, отвергающие это, часто упускают концепции и примеры, которые есть в Библии. Которые говорят о пришествии Господа за Церковью. В богословии это называется Вознесением. Это волнует многих. Когда я начну делиться с вами этим, то мне придет тысяча писем. К счастью, мне не придется получать их лично. Слава Богу за секретарей, которые отвечают на письма. И в первую очередь мне говорят, как может Перри Стоун проповедовать о Вознесении, когда в Библии нет даже такого слова. Если вы слышали подобное, то вы знаете, о чем я говорю. Мы должны разобраться с этим вопросом. Итак, слово «Вознесение» — это слово, которое выбрали много лет назад для описания события. Повторяю это в тысячный, наверное, раз. Во время этого события мы преобразимся от смерти в бессмертие и встретимся с Господом на облаках. Слово «Вознесение» на английском имеет различные значения. Оно может означать «вознестись в радости» или «в экстазе». В греческом оно означает «перейти от одного места в другое». Слышали о таком? Да, все подняли руки. Откуда происходит это слово? В восьми милях в том направлении находится Вифлеем. Кто-то из вас уже был там, а кому-то еще только предстоит там побывать. Здесь есть такие люди, которые впервые поедут в Иерусалим. Мне будет с вами весело. Вы будете плакать от радости. Когда мы приезжаем в Израиль, то даже самый черствый человек начинает плакать. И это правда. Итак, в восьми милях отсюда находится Вифлеем. Святой Иероним был одним из ранних отцов церкви. Он пошел в Вифлеем и перевел Библию. Его перевод известен как «вульгата». «Вульгата» — это перевод, которым пользуются в католической церкви. Кто здесь из католической церкви? Есть такие? О, да, я прав. Это «вульгата». Итак, этот перевод сделал святой Иероним. Святой Иероним, согласно моим исследованиям, в 385 году был изгнан из Рима. Он пошел в Вифлеем и начал работать над переводом Библии. И после общения с иудеями, которые жили здесь, он решил использовать доступные еврейские рукописи, чтобы перевести Ветхий Завет. А перевод Нового Завета он делал с греческого, потому что он был написан на общем греческом. Он сделал перевод на латынь, потому что тогда латынь была языком, на котором говорила западная часть Римской империи. Они хотели, чтобы Библия была переведена на язык простых людей. Какой перевод сейчас используют все англоговорящие люди? Английский. Мы не умеем читать на греческом или еврите, и поэтому нам приходится читать переводы. Идея была в том, чтобы перевести Библию на латынь, которой говорило большинство людей. И ранее ему понадобился 21 год, чтобы перевести Библию. Вульгата означает «общая версия». В первом послании Фессалоникицам, 4 главе, 16 и 17 стихах, фраза «всретение Господу на воздухе» в греческом звучит как «харпазо». Я делился с вами четырьмя значениями этого слова в предыдущем выпуске. И когда святой Иероним увидел «харпазо» на греческом, то решил разобраться, что означает слово «забрать» на латыни, и как его лучше перевести. «Рапио» — это слово, от которого происходит слово «вознесение» на английском. Оно означает «забрать». Оно может означать «забрать в радости», «забрать в счастье». Это может означать «радостное вознесение». Вот что это означает. Но у людей возникают проблемы из-за латинского перевода с греческого. Но если посмотреть на «харпазо», то оно означает «забрать». И на латыни значение то же самое. Английское слово «вознесение» используется для описания того, что будет происходить во время этого события. Послушайте, оно не описывает события, а то, что происходит, переход от одного места к другому. Значение одно и то же, а слова разные. Это важно. Если посмотреть на перевод короля Иакова, который чаще всего цитируют, то на одно английское слово есть целых три греческих слова. Например, это слово «сила». «Сила» может означать на греческом «власть» или «дунамис» — «наследственная чудодейственная сила». Это одно слово, но два разных значения. И таких слов очень много. Я хочу показать вам нечто важное. Мне часто говорят, почему Пэрри Стоун проповедует слово, которого нет в Библии. Я дам вам 10 богословских слов, которые используют борцы с Вознесением и которых нет в Библии. Из меня получился бы хороший адвокат. Адвокаты сами говорили мне, тебе стоило заняться политикой или законотворческой деятельностью. А я сказал, нет, не хочу. Иисус сказал, горе вам, законники. Итак, давайте посмотрим на эти 10 богословских слов. Для начала у нас идет троица. Что это означает? «Отец», «Сын» и «Дух Святой». Мы используем именно этот термин. «Тысячелетнее царство». А его тоже нет в Библии. И троицы тоже нет. Оно означает «одну тысячу лет правления». Второе пришествие. Многие мои друзья говорят о пришествии Христа. Этого нет в Библии. Но эта фраза означает «его возвращение». Нет ничего плохого в том, чтобы использовать это слово. Потому что оно описывает происходящее. Далее у нас слово «демоны». Люди, которые не верят в Вознесение, говорят о демонах. Но знаете ли вы, что слова «демоны» нет в Библии? Оно происходит от греческого слова, которое означает «обладание». И когда вы говорите о демоне, то имеете в виду духа, который обладает другим человеком. Но все используют это слово. Далее мы говорим об отступничестве. Грядущее великое отступничество. Апостасия на греческом. Это отступление от истины. Отступничества нет в Библии. Но это греческое слово, означающее «отпасть». Я проповедую лучше, чем вы слушаете. Мы говорим о духовенстве, христианских служителях. Мы говорим об эсхатологии. Я буду проповедовать об эсхатологии. Вы используете слово, которого нет в Библии. Но слово «эсхатос» на греческом означает «изучение последних дней». Мы также говорим о непогрешимом Слове Божьем. Некоторые люди, не верящие в Вознесение, постоянно используют это слово. Но его нет в Библии. Тем не менее, оно означает, что в Библии нет ошибок. Если в Библии нет ошибок, то мы имеем право сказать «непогрешимое Слово Божие». Далее «евхаристия». Протестанты называют это причастием, а католики и православные называют это «евхаристией». Это слово означает «благодарение на вечере Господней». Нет ничего плохого в том, чтобы говорить о Евхаристии, потому что мы знаем, что она означает. Я готовлю вас к чему-то. Также есть слово об Иисусе, которое мы видим в книге Даниила. Оно также используется для описания явления Господа в ранние дни. И это слово «феофания». Это явление Бога в облике человека. Когда вы говорите «феофания», то понимаете, что это слово означает, но самого слова в Библии нет. Так, вы готовы? Я назвал вам 10 слов, которые христиане используют, хотя их нет в Библии, и мы знаем, что они означают. Их определение есть в Библии. Ну а слово «вознесение» не обязано быть в английском переводе Библии, как нет и других этих слов, потому что мы знаем, что имеется в виду, да? Мы знаем, что оно означает. Оно говорит о встрече с Господом на облаках. Я хочу вкратце пройтись по этому. Мы говорим о том, почему некоторые христиане отвергают учение о Вознесении. Вы должны понимать, что это богословское слово. Слово «вознесение» нет в Библии. Но оно есть в латинском переводе, потому что означает «забрать» на латыни. Второе. Есть типы и прообразы. Тип и прообраз — это историческое место, событие или личность, чей пример открывает будущее. Или антитип. Например, Бытие 22 глава. Авраам приносит в жертву Исаака на этой горе. Это прообраз распятия Иисуса. И вы видите это, если изучаете Бытие. Числа 19 глава. Пепел красного вала, которого сжигали на Илеонской горе. Этот пепел использовался для церемониального очищения. Об этом говорится в числах 19 главе. Мы видим образы распятия Иисуса. Кедровое дерево, распятие на кресте и соп. Ему дали выпить его, багрениться. Помните, его одели в багреницу? Это образы распятия Иисуса. В числах 11 главе говорится о красном тельце, а в 19 главе о змее нашесте. Сам Иисус сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Он показывает эти образы, чтобы исполнение предсказаний Ветхого Завета сбылось. Кто-то скажет, «Если ты покажешь мне, где Ветхом Завете говорится о Вознесении, то я поверю. Я собираюсь сделать это прямо сейчас. Спасибо, что попросили об этом». Исход, 19 глава. Здесь мы видим прообраз Вознесения. 19 глава Исхода, 3 стих. «Моисей взошел к Богу и вызывал к Нему Господь. Нас заберут, чтобы мы встретились с Господом на облаках». 2-е, 19 глава, 11 стих. «Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа». Господь сойдет с небес. Числа 19 глава, 13 стих. «Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». На иврите это «такия хагадала» — звук последней трубы. Мы знаем, что будет звук трубы. Первое послание Фессалоникицам говорит об этом. 4 глава, 16 и 17 стихи. И также первое послание Коринфянам, 15 глава. «При воскресении и Вознесении церкви». Все это уже есть здесь. Прообразы уже даны Ветхом Завете. «Исход, 19, 20. Труба зазвучала». Все это здесь. Труба зазвучала. Господь сошел, а Моисей поднялся. Спасибо. Дамы и господа, спасибо. Если вы хотите увидеть прообразы Иисуса, как в случае со змеем на шесте, или с красным тельцом, или в случае с Исиаком и Авраамом, то вот вам прообраз Вознесения. Я хочу, чтобы вы открыли Исход, 19 главу, и исследовали эту тему. Итак, у нас есть типы и прообразы событий и людей. Енох, Илья, они оба попали на небо живыми. Енох представляет тех, кто ходил с Богом. Кроме того, на горе Преображения мы видим Моисея и Илью. Илья представляет пророков, а Моисей и Закон. Кроме того, природа Божья говорит о собрании его людей. Первое послание Фессалоникица, 5 глава, 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению и спасению. Лука, 21 глава. Молитесь, да сподобитесь избежать. Что вам делать с этим стихом? То есть вы пройдете через всю скорбь, когда будут рубить головы и убивать, а потом Иисус придет, чтобы спасти оставшихся? Он говорит, молитесь, да сподобитесь избежать. Чего? Что? Левит говорит об этом. О законе отделения для священников, левитов и городов убежищ. А у Иезекииля мы читаем о метке праведника. Это 9 глава. Малахия, 3 и 7 главы. Кстати, если у вас нет моего учения, то вам стоит заказать три диска о книге памяти. Вы увидите, что если ваше имя есть в книге памяти, то вас пощадят от трудных времен. Это записано у Малахии. Это единственное упоминание этой книги в Библии. Я исследовал эту тему. Если ваше имя будет в этой книге, вас ждет Вознесение. Это серьезно. Похоже, наши партнеры слышали об этом. Итак, я подготовил множество учений на эту тему, и мне бы хотелось научить вас тому, о чем мы говорим. У нас есть чудесное предложение для вас. Не забывайте, что эти предложения позволяют нам выходить в эфир. Мы тратим 6 миллионов долларов в год на эфир, просто чтобы выходить на христианских станциях по всему миру. Вы можете помочь нам, а мы вернемся к вам через минуту из Иерусалима. Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга «Откровение» или «Апокалипсисом» интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге «Откровение»? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это — да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги «Откровение» от 1 главы и до «Аминь» 22 главы. Вот название некоторых DVD. «Код Апокалипсиса» и «Небесный храм», «Небесный тронный зал», «Священство и начало скорби», «Два свидетеля», «Бема», «Дракон» и «Царство зверя». Вот еще один «Исламский антихрист», «Лже-пророк» и «Империя зверя». Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». «Загадочная женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск. «Тысячелетний код», «Тысячелет правления Христа царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код Апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я Брайан Катшелл, и сегодня я заменяю Перри Стоуна. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение о том, почему некоторые христиане выступают против Вознесения. Это хороший вопрос. Я не знаю, зачем кому-то, кто читает Библию, выступать против Вознесения Церкви. Лично я с нетерпением жду Вознесения. Это одна из тех вещей, которая видна во всей Библии. Это не событие, а шаблон, который мы видим в бытие, начиная с Еноха и далее к Илье, пророкам, Иисусу. Это удивительное событие, которого ждем мы все. Я знаю, что вам понравилось это учение, которым Перри делился на Елеонской горе. Именно туда Христос вернется во время Второго пришествия. Это был чудесный день для изучения Слова Божьего. Я знаю, что вам понравилось. Кстати, если вы любите подобное учение о последних временах, то вам понравится наше предложение месяцем. Мы предлагаем сборник «Раскрывая код апокалипсиса» по скидочной цене. Этот сборник посвящен книге Откровения. Если вы хотите лучше понять книгу Откровения, то вам нужен этот сборник. Следите за информацией на экране, чтобы узнать больше о нем. Вскоре у нас будет тур по Израилю. Если вы любите Израиль и любите подобные учения, то вам стоит записать эту информацию. Мы расскажем вам о том, как присоединиться к Перри в Израиле в 2020 году. Сейчас в мире карантин. Это время ожидания, тревоги, в котором тяжело заглянуть в будущее. Но я верю, что Божье Слово ведет и направляет нас в подобные моменты. Хоть мы и не можем заглядывать наперед, мы знаем, что Бог рядом, что Он ждет нас, что Его благословение рядом. Все это готовит нас к удивительным событиям в этом мире. Я имею в виду, прежде всего, пришествие Господа и пробуждение на нашей земле. Я верю, что это время напряженной молитвы, которое принесет нам пробуждение. Я жду хорошего и чудесного впереди. Я верю, что слава Божия явится по всему миру. Уверен, вы тоже. Если вы хотите получить больше наставлений, то я советую вам посетить сайт ISO Международные Школы Слова. Заходите на наш сайт, и вы найдете много удивительных ресурсов. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть Он осенит вас и даст вам сил в жизни. И когда вы будете проводить это время наедине с Богом, не забудьте помолиться за наше служение. А мы, в свою очередь, будем и дальше молиться за вас и за другие служения, которые поднимают знамя крови Христа, помогая планам Божиим исполняться через Его народ. В это время мы призваны ходатайствовать друг за друга. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин